Всем привет! В этой серии видеороликов будут звучать советы при проектировании игр. Подойдет для начинающих и продолжающих геймдизайнеров. Советы общие и подойдут для большинства игр. Советы собирались по интернетам, но в основе книга 100 Game Design Tips and Tricks, автор Влад Маргулец. В самой книге каждому совету уделяется буквально несколько строчек. Соответственно, я поискал в интернетах советы от бывалых и немного их расширил. Но вы должны понимать, что это набор общих рекомендаций, которые обязательно корректируются для каждой конкретной игры. От вас прошу помощь каналу лайками, репостами и оформлением спонсорской подписки. Эта помощь помогает в развитии канала, а развитие канала влияет на качество и количество материала. Спасибо! Итак, совет первый. Поставьте перед игроком понятные и четкие цели. Без четких целей игроки не будут знать, что делать в вашей игре, и как результат не будут чувствовать себя вовлеченными. Есть три вида целей. Первый вид. Это явные цели. Это те цели, которые игра сообщает игроку. Например, новая цель, добраться из точки А в точку Б. Второй вид. Это неявные цели. Это те цели, которые подразумеваются игрой, но не сообщаются напрямую. Например, не умирай, выиграй, затащи эту катку, реши головоломку. Ну и все такое. Третий вид. Цели, которые зависят от игрока. Это самые интересные цели. Именно игрок ставит цель и занимается ее достижением. Например, в игре Minecraft игрок сам себе ставит перед собой цели. И потом обнаруживает, что работает над большим проектом. Именно этот придуманный игроком проект является наиболее эффективной целью для удержания вовлеченности игроков или игрока. Итак, поговорим в целом о целях и о примерах. Например, игра Pokemon Go. Цель этой игры четко сформулирована в слогане франшизы. Поймай их всех. И это отлично работало. Без цели активность в игре это просто простое времяпрепровождение. Без решения какой-либо задачи. Наличие цели дает игроку к чему-то стремиться. Игра может иметь множество более мелких краткосрочных целей. Не обязательно, чтобы все цели были одинакового типа и требовали от игрока одинаковых навыков. К примеру, периодически могут требоваться разные навыки от игрока. Например, физические навыки. Это такие как ловкое управление контроллером или быстрый правильный набор определенной последовательности клавиш. Или, например, ментальные навыки. Такие как некоторые формы стратегических навыков для выбора и просчета разных последовательностей действий и прочее. Большинство игр включают в себя некоторую комбинацию разных типов целей и навыков. Но тут главное не переборщить. Если будет слишком много разнотипных целей и будут требоваться различные навыки, то у игроков может появиться чувство, что их действия не имеют решающего значения. Цели нужно правильно корректировать. Цели должны обладать такими качествами. Итак, четкость. У игрока никогда не должно быть такой ситуации, когда у него нет цели. Игра всегда должна явно или неявно сообщать игроку, какая у него цель. После ее достижения следующая цель должна быть немедленно представлена игроку. Следующее качество. Игрок должен быть обеспечен достаточным количеством информации и ресурсов для того, чтобы реально достичь каждую из целей. Может быть не сразу, но после достаточного количества усилий, игрок должен быть в состоянии выполнить то, что требует игра. Следующее качество. Конкретность. Игрок никогда не должен сомневаться в том, достиг он цели или нет. Игра должна обеспечивать немедленную обратную связь, то есть должна уведомлять об успехе или неудаче игрока, когда игрок пытается достичь цели игры. Следующее качество. Это вызывающие цели. Игрок должен потратить некоторое количество усилий для достижения цели. В зависимости от того, является ли игра случайной или хардкорной, но если для достижения цели игры не требуется никаких усилий, игрок покинет игру от скуки. Обратите внимание, что по мере того, как игроки проводят время, играя в игру, они становятся все более искусными в любых навыках, необходимых для достижения цели игры. Это означает, что цели должны увеличиваться в сложности по мере роста мастерства игрока. Следующее качество. Это вознаграждение за достижение целей. Игрок должен найти какую-то ценность в достижении цели. Некоторые цели приносят игроку пользу в контексте игры. Например, открываются новые игровые умения, новое оружие и все такое. Это внутренние награды. Цели, которые приносят пользу игроку вне контекста игры, являются внешними наградами. Примерами внешних наград являются упражнения, способствующие улучшению физической формы. Или азартные игры, в которых игроки могут зарабатывать реальные деньги. Ну и напоследок давайте вернемся к Pokemon Go. Как уже упоминалось, у игры четкая и понятная цель. Игра была долгожданной и привлекла большое количество игроков. Но через некоторое время многие были разочарованы. Конечно, есть много причин, и они могут быть разными для каждого игрока. Но что во многом это связано с проблемами при разработке цели игрока? Pokemon Go ставит перед игроком одну цель, которая более заметна, чем любая другая в игре. Захватить хотя бы одного экземпляра каждого существующего покемона, чтобы завершить Pocket Dex. Это отличная цель, и она по-прежнему доставляет удовольствие многим игрокам, даже после многих часов игры. Исследование показало, что у игроков разные предпочтения в отношении игрового процесса. Поэтому такая цель действительно привлекает подмножество игроков, которым нравится механика ходьбы, чтобы найти новые типы покемонов. Однако, не всем игрокам нравится такой игровой процесс. Игроки с разными предпочтениями ожидали, что игра предоставит им разные типы целей, которые больше подходят для их предпочтительного стиля игры. Однако, они ничего не смогли найти, потому что другие цели в игре слабы или отсутствуют. Например, борьба за превосходство в спортзале может быть интересной механикой для конкурентоспособных игроков. Но, к сожалению, игровая механика недостаточно хороша. Боевая механика неуклюжа и не благоприятствует навыкам игрока, поэтому не приносит удовлетворения. Возможность обучения и развития покемонов также может потенциально мотивировать игроков. Но, в игре нет специальной обучающей механики. Единственный способ развивать и развивать покемонов, это захватывать больше одних и тех же покемонов. Поэтому, на самом деле, это всего лишь еще один результат, связанный с механикой сбора покемонов. В результате, игроки, которым понравилась механика коллекционирования, по-прежнему любят игру. Однако, игроки, которые преследовали другие цели, остались без четких целей и чувствовали себя лишенными мотивации, чтобы продолжить игру. Так что, всегда четко думайте о целях в вашей игре. Будьте очень аккуратными и внимательными. Ну а на сегодня все. Подписываемся, нажимаем колокольчик, ставим лайки, оформляем спонсорскую подписку и все такое. Всем пока.